Добрый день, дорогие друзья! Шавуаттов! Мы продолжаем наше изучение Торы. Новая недельная глава называется Итро. И написано, и услышал Итро правитель Мияна, тесть Машет, обо всем, что сделал Всевышний для Израиля. Кто такой Итро? Очень знаменитая личность. И Всевышний, благодаря его заслугам, добавил одну недельную главу, которая называется его именем Итро. У него очень бурное прошлое. Он был очень большим идолопоклонником. Он соблюдал и превзошел всех в идолопоклонстве. Он в свое время был советником фараона в Египте. Потом, когда он промолчал из-за того, что нужно делать с Маше, то есть он был ребенком, взял корону, примерно, у фараона, а пророк Белям поставил фараона его казнить, что он заберет эту корону. В общем, Итро это выдержать не мог, и не мог он согласиться с Белямом, и он сбежал. И он жил в Медьяне. И так служил яровым идолом. Он служил Бальпиору. Это невероятное служение. Это страшная вещь. Грязью его обливали этого Бальпиора, этого идола, эту статую. И плевали в него. И ходили перед ним в туалет. Это было что-то невероятное. И он превзошел их всех. Он больше всех грязи приносил и служил этому идолу. Но потом он понял, что он ничего не делает, он не спасает ничего. И он взял его и вымыл. И он понял, что он ничего с ним не представляет, кроме какой-то статуи. И он перестал ему служить. Но он успел дослужить из-за того, что он стал вообще у них первосвященником. В этом Медяне и правителем страны. То есть, в такой степени он дослужился. И у него было семь имен. Каждый соответствует какому-то периоду жизни, допустим, его. Допустим, он выращивал тельцов для идолопоклонства. И его имя было Путиэль. И, в общем, потом мы знаем, что имя Етер соответствует, что он примкнул, в общем, приблизил к себе служение Всевышнему. Вот как-то так. Такие вещи там идут. То есть, сначала мы его встречаем под именем Риуэль. Написано, что у правителями Диана семь дочерей пришли они к Риуэлью, отцу своему. И наши мудрецы говорят, что Риуэль это и есть Итро. А некоторые говорят, что он, скорее всего, отец Итро. А почему говорят, что они пришли к отцу своему Риуэлью, дочери Медяна. То говорят, что иногда называют деда отцом. И приводят примеры такие. Вот, допустим, Яков, когда приходит в Паданарам, он говорит пастухам возле колодца, говорит, знаете ли Лавана, сына Нахора. Они говорят, знаем. Но мы же с вами считаем, что Лаван все-таки внук Нахора. И поэтому тоже пишутся, что иногда называют деда отцом. Вот здесь такая же ситуация. Потом, после того, как Маше увидел куст, который горит, горит и не сгорает, Всевышний ему появился и сказал, что должен вывезти евреев из Египта. И потом он приходит спросить разрешение. Потому что такой был договор, что если он хочет покинуть Медян, он должен прийти к своему тестю и спросить. Так он, пишется, пришел он к Етру, тестю своему. Все это изложил и ответил ему Итро. То есть, он обращался к Етру, он не знал, приблизит его отец себе или не отдалит. Но, когда он говорит, ответил Итро, это понятно, Итро, это имя, которое уже он начал идти в сторону Всевышнего. Потом мы находим, что взял Элизар одну из дочерей Путиеля себе в жены. Она родила ему Пенхаса. И кто такой Путиеля, Итро, вот четвертое имя, которое мы вдоль находим. Потом мы находим место, мы были в пустыне, и Маше просит Хавава, сына Леуэля, Медянитянина, и Шурина Маше. Но, Раша говорит, что он, все-таки, этот Хавав, это и есть Итро Хавав. От слова Хавев, что там учил он Тору, и имеется в виду, что вот теперь, когда он назван имя Хавав, то это уже было еврейское имя, вот тогда у него был полный гиур, вот это Хавав. И потом еще два имени мы знаем, Север, Икини, вот это семь имен. Некоторые считают, что у него было шесть имен, Раша говорит, некоторые семь, вот так вот. Потому что или Леуэль и Итро, это отец и сын, тогда семь, а если это один человек, шесть, наверное так. В общем, Итро берет Цепору, жену Маше, написано, после того, как она была отослана. Что значит отослана? Итро идет в пустыню. И хотел подойти к Маше, но его не пропускают. И он говорит, я тесть твой и трое, иду к тебе. Если ты не хочешь видеть меня, так вот Цепора, жена твоя, со мной. А если не хочешь видеть ее, то вот два сына твои, Гершон Элиезер. И почему написано, что пусть только она была отослана, дело в том, что когда Маше пошел выполнять повеление Всевышнего в Египет, то он взял свою жену Цепору, двух сыновей, Гершон Элиезера. И Агарон, который его встретил, его родной брат, он ему сказал, ну хорошо, ты идешь освобождать евреев из Египта. Они рабы. Твоя жена, свободная женщина, принцесса, медьянская, зачем тебе ее проводить через такое страшное испытание? Заводить ее, получается, в Египет, оттуда выходить, не зная, чем это закончится. И просто иди, она свободная, она не рабыня, ее освобождать не надо. И Маше послушал своего брата Агрона и отправил ее в медьян. И вот теперь Итро приходит. Маше обратился своему тесте, он его обнимал, он ему устроил пир. И на этом пиру присутствовали все старейшины, и Агароны, и все присутствовали. И Маше сам бегал, угощал, как будто он слуга, настолько он был хорош в гостеприимстве. Итро выслушал все, что сказал Маше, он и так знал много, он знал, что сделал все вышли для Израиля, что вывел их из Египта. Это было чудо, невероятное. Тут Маше еще все ему рассказал. И он старается евреем, он делает себе обрезание, и в честь него выпадает отдельная порция мана. Вот так вот. И так Итро принимает гиур. После этого написано, что Итро увидел Маше, который сидит и судит народ. Люди подходят, целый день стоит, огромное количество людей вокруг Маше. Он говорит, да что это ты делаешь? Он говорит, когда у них есть какое-то дело, они приходят ко мне, я сужу между одним человеком, и другие Маше говорит. Итро говорит, так изнеможешь ты и народ этот. Тебе это не посильно. Это огромный народ. Сколько нужно сил, чтобы все их споры, их суды решать. Это же невозможно. И он говорит, назначь себе людей, назначь себе тысячников, назначь себе сотников, назначь себе пятидесятников, и назначь десятников. И они будут сидеть народ. А слишком сложное дело будет предоставлять тебе, а ты будешь спрашивать у всех сильного, те вопросы, которые необходимы. И так тебе будет легче народу этому. И все сильные будут с тобой, если ты это послушаешь. И Маше действительно послушал совета кестя своего и назначил десятников, назначил пятидесятников, назначил сотников, назначил тысячников. И все. И у него получилось при шестисот тысячах мужчин, получилось судей. Можем посчитать около восьмидесяти тысяч, получается у нас десятников шестьдесят тысяч, и сотников у нас шесть тысяч, и пятидесятников двенадцать тысяч, это семьдесят шесть тысяч, и вот где-то и тысячников шестьсот человек. Семьдесят шесть тысяч шестьсот, вот так получилось. Очень получилось где-то так. В общем, это при том, что было шестьсот тысяч. Но народ постепенно жрос, мы это знаем. Потом было шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят. Шестьсот на тысяча семьсот тридцать в конце было. В общем, больше и больше было. Вот так вот. Где-то мы себя вели плохо, немножко уменьшалось, но факт тот, что это очень был хороший, сильный совет. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Наш урок был дан за поднятие души. Берта Бат-Исраэль, Павел Бен-Эфим, Савел Бен-Герш, Паветюри Бен-Харитон, Мендель Бен-Мендель, Яков Бен-Нахум, Блавир Бен-Григорий, За здоровье Светлана Бат-Клара, Шмон Бен-Эсхак, Борис Бен-Мария, Анна Бат-Рив, Капарина Первого, Соня Сура, Лена Бат-Клара, Жаря Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Эфим Бен-Эстер, Двера Бат-Мирьям, Моисей Бен-Ева, Ирина Бат-Двойра, Йосиф Бен-Раиса, Инесса Бат-Моэль, Евгений Бен-Берта, Евгений Бат-Ида, Фера Бат-Ана, Геннадий Бен-Элена, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дан Бен-Цара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бент-Матьяна, Юрия Бат-Белла, Яков, Йосиф Бен-Рахель, Шмон Бен-Мира, Фейга Бат-Берта, Ася Бат-Года, Марк Бен-Нина, Ира Бат-В Ора Бат-Цара, Ида Бен-Хая Вива, Вим Бен-Цоне, Мая Бат-Фаина, Алексей Бен-Ольга, Гая Бат-Вадим, Мазбол Парасас-Гулай, Ирина Бат-Ри, Орона Ри Бен-Ри, Зароши Духа, Орона Ри Бен-Двой, Радис Бен-Эхум, Авигаль Бат-Цара, Хана Бат-Абрагам, Рафаэль, Ария Лей бен-Лариса, Парасай Брюк, Владимир Бен-Рая, Марина Бат-Рая, Борис Бен-Мария, Алексей Бен-Наталья, Всего хорошего, Олегу Мартенко, Всем желаю всего самого на наилучшего, желаю крепчайшего здоровья, и до следующих встреч, надеюсь, нас состоится завтра в 15 часов, и у нас сегодня наступает вечером праздник, наступает Тубешват, Новый год деревьев, всех поздравить с этим прекрасным праздником, до следующих встреч, шалом!